МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА BMW X5. Классическая история супергероя. Взгляд завоевателя, сильное мускулистое тело, брутальный обвес, таинственно-неоновая подсветка ручек. Спорт, секс и мода в одном флаконе. Этот автомобиль стоит 6 миллионов 65 тысяч 841 рубль 99 копеек. От него просто исходят флюиды успеха и запах свежих купюр. Коктейль способный свести с ума каждую вторую девушку. Когда мы с Сашей решили выбрать премиальный полноразмерный кроссовер, я ни секунды не сомневалась, что выбрать. Да, и я тоже не устояла перед этим сокрушительно-властным обаянием. Сначала он немного пугает, вы посмотрите на него и на меня, затем влюбляет, а потом покоряет. Тем более, что помимо всего вышеперечисленного, я обнаружила в нем недюжинный интеллект и реальную силу. В связи с этим мне чертовски интересно, на чем приедет Саша. А вот, кажется, и Саша. Что это? Кия? Лексус РХ? Ничего не пойму. Это Акура! Да, Акура. А что тебя смущает? Полноразмерный, премиальный кроссовер, бензиновый, как и договаривались. Нет, просто несколько неожиданно я ждала Mercedes ML, Audi Q7, но никак не ветку с Акры. И хочу сказать оригинал. И за те полгода, что Акура представлена на российском рынке, мне не удалось ее протестировать. Да что греха таить, я мне даже ни разу не сидела. Вот это и будет интересно. Между прочим, Акура и Сакурой не имеют ничего общего. Название этому автомобилю придумали в чикагской компании NameLab. И, между прочим, ударение, по идее, должно делаться на втором слоге Акура, потому что Аку во многих языках означает точность, аккуратность. В общем, даже, посмотри, буква А стилизована под кронциркуль, инструмент, с помощью которого делаются точные измерения. Таким образом, наверное, у знатоков этот логотип должен вызывать образы с какими-то точными механизмами или, знаешь, выверенными четкими линиями на чертежах. Но если внимательно присмотреться, то это А напоминает H от Honda и отсылает к материнскому Honda. Но главное, чтобы этой отсылки не было в салоне. Пойдем скорее посмотрим. Сегодня у нас на выбор два представителя сегмента премиальных полноразмерных кроссоверов. Самый мощный в линейке Акуры MDX автомобиль с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра, мощностью 290 лошадиных сил. И BMW X5 с мотором мощностью 450 лошадиных сил и объемом 4,4 литра. Стоимость представителя японского автопрома в данной комплектации 2 миллиона 899 тысяч рублей. За баварцы с подобным набором опций просят 6 миллионов 65 тысяч 841 рубль 99 копеек. И это не шутка. Итого разница в цене составляет 3 миллиона 166 тысяч 841 рубль. Слушай, ну здесь видно, что стандарты качества изменены, то есть это совсем не хондовские. Мне очень нравится вот это вот необработанное дерево. А это, кстати, дерево ясеное. Сложная консоль. Но дефицита нет, согласись, все-таки. Вот в материалах, да? То есть как бы вот... Вложенные деньги здесь видны. Видны. И нет какого-то вот избыточного пафоса. Кстати, посмотри, нижняя часть центральной консоли, где вот эта круглышаема напоминает, Хонду Легенд. Там было точно такое же решение. То есть вот осталось что-то из прошлого. Огромный, просто огромный подлокотник. Я не знаю, что сюда можно положить. Сюда можно очень много. Две пластиковые бутылки сюда входят. USB-зарядка, маленький камеромашек для телефона, если вы будете заряжать его прямо здесь. Розетка на 12 вольт. И здесь есть вход. Смотри, для, допустим, игровой приставки. И центральный подлокотник двигается вперед. О, это очень удобно. Причем он широкий. И водителю, и пассажиру достаточно места. Слушай, ну а вот эта штуковина, почему такая дешевая на вид? Это кожа или кожзан? Ну то возьмем зажигалку и туда жжем. Нет, не надо. Все узнаем. Мне кажется, что это кожзан. Слушай, ну ты вот, вот, ты начинаешь уже переделать к мелочам. Ну слушай, ну смотри, ну машина дорогая. Ну стоп, хорошо, стоп, хорошо. Ну ты же не уверен на все сто процентов, что это кожзан. И выглядит дешево. Елки-палки. Ну в общем, я так понимаю, партерная зона этого автомобиля тебе нравится. Да, ты знаешь, я бы ее сравнила с такими премиум автомобилями, как Lexus и Infiniti. Вот есть какая-то такая общая тональность с ними. Все-таки BMW немного отличается. Я не хочу сказать, что здесь хуже. Просто вот немножечко иначе. Какой-то, знаешь, такой японский флер, японский налет есть. Ну тут свой азиатский стиль, свой язык. Понятно, от него никуда не деться, и они, собственно, от него не пытаются избавиться. Ну что, мне, в общем, нравится Acura. Мне тоже. Вот неплохое начало. Ну, как тебе? Как обычно, как в BMW. Ну, X5 предыдущего поколения, ты помнишь? Этот-то новый, он изменился. Я помню, конечно, изменился. Он раздул, стал большим. Передняя панель тоже как, знаешь, вот торт под солнцем расползлась немножко. Но от этого он не стал хуже. Нет, я ни в коем случае не говорю, что он хуже. Нет, он заметно лучше. Интереснее. Линии стали более воздушными, более плавными. И ты понимаешь, даже человек, который впервые сел за руль этого автомобиля, я не говорю о поклонниках марки, ему все будет доступно, все понятно. Потому что вот этот минимализм, он интуитивно понятен любому человеку. Я с этим не поспорю. Да, алгоритм управления мультимедийной системой и прочими функциями здесь гораздо удобнее. Чем в Акуре. Да, даже то, что вот есть шайба, контроллер управления мультимедийной системой на центральной панели, это, конечно, опять же, удобнее, потому что рука у тебя... Ну, это вообще бестселлер. Ее взяли на вооружение многие автомобильные компании для разработки, многие инженеры. Ну, а селектор коробки КПП вообще просится на стенд в каком-нибудь музее современного искусства. Ну, я не буду рассуждать о красоте. Могу точно заметить, Юля, что вокруг этого джойстика... Натуральная кожа. Да, да. За 6 миллионов могли бы сделать. Ну, конечно, в отличие от тех 3 миллионов, которые стоят МДХ. Да, но за 6 миллионов могли бы сделать натуральное дерево. Согласен. Ну, и, естественно, я не буду, знаешь, восхвалять пошитую панель кожей по причине того, что, опять же, за меньшие деньги в BMW X5 этой кожи здесь не будет. Хотя в каждом стишке от строчки я здесь вижу качество. Ну, знаешь, я тебе честно скажу, вот когда у меня была пятерка BMW в 39-м кузове, это бестселлер, потому что вот это качество было передней панели, какая там была фактура пластика, она была дорогая. Здесь клево кожа, но ты похлопай. Какое ощущение, что там, знаешь, шпон. А зачем мне хлопать по ней? Там шпон какой-то. Зачем мне по ней хлопать? Я езжу спокойно и не хлопаю по ней. А посмотри, какая здесь акустика. Она мои руки выбирает, обратите внимание, боится, что я что-то отломаю. Друзья, это BMW. Здесь есть даже телевизор. Включаешь и наслаждаешься телепрограммой. А в версии попроще у тебя не было бы телевизора, а там есть DVD. Здесь тоже есть DVD. В общем, давай перейдем к одному знаменателю. Портепная зона и BMW X5 и Acura MDX. Очень и очень современный, высокотехнологичный, красивый. Много, можно сказать, слов, но философия языка дизайна совершенно у них разная. Так, Юля, ты чем занимаешься? Я новости смотрю. А, по поводу BMW. Я бы охарактеризовала его как шикарный и в то же время строгий. А, хорошо. Что ты скажешь про Acura MDX? Шикарный, но фантазийный. Мне нравится. На этом сойдемся, пойдем назад. Да, пойдем. Acura приятно удивляет качество материалов, но BMW-шной роскоши ей пока не достает. К тому же не совсем ясно назначение двух экранов, для изучения функциональности которых требуется время. В BMW все строго, лаконично и роскошно. Минус за пластмассу, умело замаскированную под дерево. В итоге высшая оценка не достается никому. Посмотри, Саша, какой красивый, насыщенный и благородный цвет отделки салона. Шоколадный. Слушай, а как вот эту шоколадку обогреть зимой в мороз? Где? 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 Ну, я думаю, что за дополнительную плату это можно сделать. Здесь ее не надо, Саша, обогревать. Я же заикаться начал. Какую еще дополнительную плату? Саша, здесь просто включаешь теплый воздух, потоки теплого воздуха обогревают тебя. Зачем тебе подогревать сиденья? Ты лукавишь. Ты просто лукавишь. У тебя даже глаза лукавят. Ну ладно, хорошо, пусть будет так. Хорошо, ладно. Здесь есть полы. Есть, да. И, кстати, две розетки на 12 вольт. А что ты скажешь по поводу отсутствующих шторок? А, я думаю, что они здесь просто не нужны. Мы, водители BMW X5, ни от кого ничего не скрываем. Потому что эта машина, как правило, наглухо тонирована. Спинки отделаны мягким пластиком. Это для практичности, чтобы в случае чего протер, если ребенок перед ногами. Слушай, у тебя на все есть объяснение. Я думаю, что немцы, они вообще рациональные люди, они именно так мыслили. Да? Да. Хорошо. Большие карманы для бутылок. Ну, для напитков здесь, для прочих вещей, да, глубокие. Подлокотник с двумя подстаканниками и возможность провозить длинномеры. Но диван не регулируется. Не регулируется. В продольном направлении и спинки тоже, между прочим. Они, конечно, складываются, понятное дело, но угол наклона их изменять невозможно. Но я думаю, что это все-таки можно заказать за доплату. Какую еще доплату? Ты достал меня с этими шестью миллионами, Саша. Эти шесть миллионов за двигатель и за 450 лошадей. Вот когда мы поедем, я, друзья, на нем отыграюсь. Нет, ну это невозможно просто. Юля, а ничего, что передние кресла не вентилируются? Ничего. Я про это не сказал. Зато охлаждается центральный подлокотник. Класс, он такой большой, а что там охлаждается? Телефон и шнуры для него? Баночку кока-колу. Супер, супер. Пойдем в Аккур МДХ. Смотри, здесь так же, как и в БМВ, ровный пол, так что втроем комфортно будет. Да. Здесь есть тоже климат-контроль, но не раздельный. А еще в стойках здесь нет воздуховодов, так что... Как я глазастая сразу глядела, что так что? Так что холодно будет зимой, а вот в такую жару... Зимой будет холодно. Юля, здесь есть подогревы двух фиксированных мест. А третий что, без подогрева остается? Не надо здесь вот третьим. В одном автомобиле ты, кстати, не встретишь. Ну нет этого, нет. Обрати внимание, есть целый просто комплекс входов для подключения различных всевозможных сторонних источников. И что значит, Симон, где здесь флешка? Есть HDMI, флешка находится... Впереди, а сзади? Я хочу сзади зарядить телефон. Где здесь розетка на 12 вольт? А что, нет розетки? Нету. Представь. Ну я просто предвосхитила, как ты сейчас начнешь говорить, что спинки здесь двигаются, что они откидываются. Да, да, молодец. Где провозить длинномеры? Ну, конечно, это я ерничаю. А здесь, кроме того, что нет настойков воздуховодов, да, это единственный, пожалуй, недостаток. Телевизор, конечно, очень удобный. Да, он, кстати, между прочим, большой и... Делится на два экрана. Да. И такие вот наушники идут. Беспроводные. Здесь же, посмотри, откидной пульт управления. Всем этим делом клево. И ведь это в автомобиле, который, еще раз повторюсь, стоит меньше трех миллионов. Это машина, созданная для американского рынка, со всеми их американскими запросами. Поэтому здесь такая вот и комплектация. А там машина создана для эгоиста. Там, как правило, ездит один крутой чел. Это машина для тех, из которых можно вытаскивать денежки за каждый маленький чих опциональный. Вот для кого эта машина. Понятно. И они готовы за нее платить, потому что это круто. Acura поражает обилием приятных мелочей. Будь то телевизор для пассажиров, беспроводные наушники, сдвигаемые в продольном направлении кресла, регулируемая спинка дивана и, самое главное, подогрев пассажирского сидения. Зато в BMW даже для пассажиров есть раздельный климат-контроль и отверстия воздуховодов в стойках. Итого, Acura 5 звезд в BMW 4. Камера заднего вида и электросервопривод двери, но это уже данность. Для премиум-класса это? Конечно, поэтому об этом, в принципе, можно, наверное, уже вообще не говорить. Или говорить тогда, когда этого не будет. Объем багажника 676 литров. Я вижу спинки третьего ряда. Да, ну, естественно, это же автомобиль для американского рынка. Ну да, у них-то детей мало-мало меньше. Там такая деторождаемость. Обратите внимание, как удобно раскладывается. По умолчанию место, конечно, там, я не знаю, там для собачки, наверное, маленькое. Ну, дети-собаки, это номинальные сидения складываются. Но мы не забываем, что средний ряд двигается в парадольное направление, поэтому место можно увеличивать. И очень удобно складывается. Здесь ниша для мелочевки, я так думаю. Ты угадала. Здесь нет запасного колеса, но запасное колесо есть. Оно под нищем. Да, оно есть. Американцы любят так делать. Смотри, как, кстати, подожди, смотри, как крышечка фиксируется, видишь, в разном положении. Здорово? Не, молодцы. Класс. И есть розетка на 12 вольт. Когда я вижу такой аксессуар, я, значит, понимаю, что эта машина сделана для того, чтобы на ней путешествовать. Потому что, как правило, такие розетки используются для холодильников портативных. Да. Соответственно, это не минус, это плюс. Это плюс. Пойдем в BMW. Ну, покажи, BMW, что у тебя в твоей кладовке. Это классический способ открывания багажника у X5. Ну, да. Створчатый. Да. Как у настоящего внедорожника. Очень удобно для погрузки, выгрузки каких-либо вещей. Да, конечно. Это очень удобно для пикника на обочине. И это тоже. Угу. Большущая... Ниша. Ниша. Класс. Сюда при желании можно положить докатку или полноразмерное колесо, но этого делать не нужно, потому что BMW использует шины Run Flat, и ты 40 километров можешь проехать до любого шиномонтажа, не ремонтируя. А в случае чего ремкомплект здесь есть. Но покрышки эти дорогие, и лично для меня... И автомобиль дорогой, ты знаешь, и автомобиль дорогой. Пожалуйста, подожди, 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 хорошо, хорошо, 620 литров – полезная площадь багажника. Меньше. А там 676. Где эти литры? Здесь можно также заказать за доплату третий ряд сидений, но я думаю, что водителям BMW это не нужно, понимаешь? Назначение у этих автомобилей разное. Слушай, мы не спорим, есть просто очевидные вещи, о чем мы говорим. Ну и где 6 миллионов? Отойди. Пошли, я тебе покажу, где 6 миллионов. Оценки за багажник распределились следующим образом. BMW 4 звезды, Acura 5. О, мне кажется, мы сейчас взлетим. Ну, быстро, но меня не впечатляет. Меня не впечатляет, потому что ты сам не за рулем. Если бы это был какой-нибудь спортивный болид, то, конечно, тебя бы втягивало. Но, если ты видел сейчас, не успев нажать на педаль, у нас уже скорость была 200. Так, на всякий случай тебе. У меня есть деньги, и я плачу. Почему нет? Потому что, понимаешь, Acura при всей... Я еще в ней не ездила, но при всей своей функциональности шильдик Acura пока, к сожалению, в нашей стране некоторые даже путают с китайскими автомобилями, потому что он неузнаваем. А шильдик BMW узнаваем. И за это готовы люди, которые имеют возможность платить. Это неоспоримый факт, безусловно. Тем более, BMW это всегда ассоциировалось с неким драйвом. Конечно, BMW равно спорт. Ну, знаешь, для меня этот спорт закончился давно-давно. Я тебе сказал, что обрюхатил BMW X5. Он слишком большой стал, раздался в длину, в ширину. Это не тот поджарый, первый X5, понимаешь, который именно ассоциировался скоростью, с желанием на нем прохватить, понимаешь, попасть на дороги, где есть затяжные, быстрые, долгие повороты. Нет этого. Это носитель генной инженерии баварской компании, но не более того. Мультимедийная система потрясающая здесь работает. То есть я не беру качество звучания акустической системы, которая, кстати, доведена до совершенства в сравнении. Вообще с BMW, там, ну не 10, а 15-летней давности, да, когда там какие-то картонные динамики стояли, были хрипы, сипы и не более того. Но! Какой гениальный интерфейс здесь! Насколько удобно обращаться с ним, найти какой-то трек. Друзья, это единственное, что как бы запало в душу Александру от BMW. Ничего подобного. Я еще восхищаюсь раздельным климатным контролем, где можно не только задавать разную температуру, но и направление воздушных потоков. Как водителя, так и переднего пассажира. Это гениально, причем очень все просто. И знаешь, я тебе честно еще скажу одну вещь. Мне очень удобно в качестве пассажира кресло безупречное. Вот реально как мужчине, меня коровит рядом с тобой сидеть в этом кресле. Поэтому ему все мне нравится. Вот я себя лично вижу вот в том кресле, а тебя вижу вот здесь. Ну сейчас поменяемся, подожди секунду. Понимаешь, да, вот о чем я говорю? Вот теперь, сидя за рулем, уже я тебе первое, что скажу, что прям вот меня бутаражит. Это упоительный баритон системы выхлопа. Ох, взрывка! Да, да, да. Да, да, вот тут вдавливает прямо очень так вот. С немецкой настойчивостью. Заложенной в этот автомобиль. Подожди, Юля. Сейчас еще спорт режимы попробуем. Спорт плюс! Кстати, был бы здесь, между прочим, и трехлитровый мотор. Все равно X5 быстрее. Быстрее Acura? Да, быстрее Acura. А появляется ли у тебя то ощущение, что твоя жизнь удалась, когда ты только садишься за роль этого автомобиля? Вот предает ли... Нет, потому что она не удалась, нет денег на этот автомобиль. Я не могу вжиться в эту шкурку. Ну, конечно, меняется, Юля, потому что я понимаю, что нет некоторых, ну, дорогих моему сердцу, атовизмов. Например, селектор КПП, который включается вот так, тык-тык-тык-тык, как в Акуле, да? А здесь джойстик, кстати. Я понимаю, что это один шаг уже в 21 век. Что тот автомобиль застрял в 20 веке, а этот уже в 21. Конечно, я понимаю, что я двигаюсь в направлении автомобилей, которые через некоторое время будут нас сами водить. Да, здесь такое количество электронных устройств и помощников, что мне кажется, что можно вообще закрытыми глазами вести этот автомобиль. Например, если ты уходишь с полосы, руль начинает вибрировать, как только ты заезжаешь на разделительную полосу. Или если ты пытаешься перестроиться, только включаешь поворотник, а автомобиль чувствует сенсорами, что где-то впереди едет машина, руль тоже начинает вибрировать и подавать звуковой сигнал. Едем к Акуре. Ты должна погрузиться в мир совсем других технологий и философии дизайна. В отличие от BMW X5, здесь машина более сбитая. То есть такие, знаешь, ощущения, как будто ты управляешь легковушкой. Потому что X5, он больше напоминает лайнер такой, который, знаешь, медленно плывет по волнам, отрабатывает все эти волны. Мне, как женщине, да, комфортнее все-таки на Акуре ехать, чем на BMW. Ты знаешь, вот ты на своем месте в этом автомобиле, и я сейчас на своем. Я совершенно вот не расстраиваюсь, что ты меня везешь на это. И, на мой взгляд, ты более чем уместна за рулем этого автомобиля. Многие выбирают японскую надежность, ты это не забывай. Во-вторых, неправда, этот автомобиль знают все те, кому положено знать. Кому положено знать, потому что серые дилеры привили ему очень хорошую узнаваемость в высшем свете российского сообщества. Поэтому о нем знают. А вот кто не знает, пусть как раз поворачивает голову, пусть интересуется. А те, кто не знают, путают иногда его с китайцем. И вот это-то обидно. Но я могу однозначно сказать, что выбирая автомобиль между японскими премиум-брендами, я бы остановилась на Акуре. Покатай теперь ты меня, Саша. Надо сразу сказать, что все-таки по современным меркам, конечно, 7,6 секунды разгона до 100 км в час для автомобиля такого класса это... Немного. Ну да, это долго. Это долго. Но это же машина не для тех, кто стартует с светофора. Конечно. Те, которые ценят комфорт, надежность. Семейные люди, опять-таки. Да, тем более здесь. Любящие путешествовать, поскольку здесь есть всякие приспособления для длительных путешествий. Да, да. И люди с присущей внутренней скромностью. Друзья, если вы хотите хороший автомобиль, который отлично едет, прекрасно управляется, но при этом еще создает впечатление на окружающих, покупайте BMW. И если вы считаете деньги, которые вы заработали, для вас важна ликвидность автомобиля на вторичном рынке, у вас двое, а может быть и трое, с чем я вас опоздравляю, детей, MDX – это ваш выбор. Да, но при этом ты забыл добавить, что у него не хуже управляемость, устойчивость на дорогах. Единственное, заметно ниже, естественно, возможности двигателя. Но он эластичный, он приятный, он комфортный, и когда нужно, он быстрый. Ну что сказать о динамике? Мне стыдно было смотреть в Сашины грустные глаза, ведь с каждым нажатием на педаль газа BMW Акура терялась где-то в зеркале заднего вида. 5 секунд до сотни против 7,6 – существенный разрыв. Вы скажете, разница в объеме двигателя? Условием выбора была верхняя планка бензинового агрегата. Кто виноват, что у Акуры это 3,5 литра, а у BMW 4,4? Но ведь даже если бы мы взяли трехлитровый мотор, BMW все равно был бы быстрее. Поэтому Акура 3 звезды, BMW 5. Итог, который получился, сильно удивил нас самих. И BMW, и Акура набрали по 17 звезд. Однако для Акуры, бренда, который только делает первые шаги на российском рынке, равное количество баллов с таким признанным премиумом, как BMW, совершенно точно обозначает победу. Юля, как тебе автомобиль, который ты выбрала? X5 красив, как игрушка, и огромен, какими в детстве кажутся все настоящие автомобили. Аргументы в пользу японского американца довольно весомые. У него отличное опциональное оснащение, превосходные ездовые характеристики и качество премиум уровня. И что еще немаловажно, не включает добавочную стоимость за шильдик. Но все эти плюсы имеют место быть, только если автомобиль BMW не является машиной вашей мечты. Но это лишь, как обычно, твой и мой вердикт, а выбор, как всегда, остается за вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова